МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнов Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Школьники города встретились с депутатами городского маслехата. Мы сами хотим, чтобы там построили сборку. Отборочный этап крупнейшего инженерного чемпионата в Караганде. Выявить их, поддержать и помогать в личностном росте, стать лидерами нашей страны. В будущем это специалисты горнодобывающих отраслей. И снова о вспышке брюцеллеза в селе Куйба Сабайского района. Зафиксированы новые случаи заболеваний животных. Их насчитывается уже 57. По закону животные должны быть отправлены на убой. Однако эту процедуру перенесли на понедельник. Вспышка опасного инфекционного заболевания в селе Куйбас произошла внезапно. Ни у людей, ни у коров не проявлялись какие-либо признаки. Анализы на брюцеллез сделали все жители. В результате инфицированных оказалось четверо сельчан. Что самое страшное, в числе есть и дети. А сегодня одну девочку уже госпитализировали. Быстро ответы никто не может дать. Во-первых, анализ, то есть диагноз подтверждается после второго анализа. Второй анализ делается через 7 суток после первого. А анализ делается в течение суток. Жители села Куйбас волнуются. Заболевания скота увеличиваются чуть ли не в геометрической прогрессии. Сегодня брюцеллез подтвердился уже у 57 животных. От человека к человеку он не передается. А вот молочной продукцией пользоваться нельзя. Это сырое молоко с творогом, сметаной, маслом. То есть сырые молочные продукты. То, что проверки в селе Куйбас проводились по плану, подтверждает и местный ветеринар. Кроме того, специалист уверяет, что профилактический забор крови скота был выполнен и в прошлом году. Однако тогда результат был удовлетворительный. Как могла произойти вспышка брюцеллеза за такое короткое время, ветврач и сам не знает. Пока проводится повторный забор крови на анализ. Пожалуйста, у меня к вам большая просьба. С нами приехал врач-инфекционист. Сейчас вы все выходите и заходите по одному человеку. Из четырех заболевших детей одну девочку, как я уже говорил, пришлось госпитализировать. Пока ветеринары выясняют причины массового заболевания животных. Сельчане же подсчитывают убытки. Несколько семей смогут потерять единственный источник дохода. Но главное – это люди, их здоровье. Сергей Высокосов, Габиден Курышбеков, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Ежегодная акция «Я гражданин» активизировала местных школьников. Ребята чувствовали себя ответственными за судьбу микрорайона и разработали целый экологический проект. Свои мысли изложили на депутатском приеме, пригласив народных избранников на место событий. Вместе с депутатами, со школьниками встречалась и наша съемочная группа. У депутата Марины Галяс сегодня необычный прием. Ее пригласили и подростки из 77-й школы, что на Голубых прудах, рассказать о возможном решении проблем жителей микрорайона. Устами тинейджеров глаголила истина. Говорили на понятном друг другу языке, на государственном. О том, что давно уже наболело. Чаяния школьников вылились в экологический проект. Дети работают над этим проектом уже третий год. В 2012 году мы выступали. Это городское отделообразование. Каждый год организуют проект под названием «Азамат». И вот мы участвуем в этом проекте. И дети с 2012 года работают над этим проектом. В музейном зале школы совсем не музейный экспонат. Школьники наглядно показывают давнишний недострой. Считают, что если по-хозяйски приложить к зданию руки, выйдет польза для всех жителей Голубых прудов. Многие говорили, что хотят построить туда либо библиотеку, либо спортшколу. И мы хотим, мы сами хотим, школьники, чтобы там построили спортшколу. Спорткомплекс. Вот это то самое заброшенное здание в центре микрорайона, которое беспокоит школьников и жителей Голубых прудов. Людей беспокоит не только внешний облик микрорайона, но и безопасность его жителей. Обдумывая свою идею, подростки даже опрос среди жителей микрорайона проводили. Считают, в таком серьезном деле важны мнения большинства. Вас не смущает разбитое вот это вот здание, садико? Ну, конечно, смущает. Это, во-первых, лицо нашего города. У нас, как бы, передовой здесь район был выбрытый. И, конечно, бы хотелось, чтобы наше государство регулировало, восстанавливало. Детские сады очень сейчас востребованы, очень нужны. Дети с крыши прыгают, понимаете? Муж травму получает. Потом ходит туда, оправляется, кому не лень. Здесь бомжи ходят, все здесь. Вот ужас это что творится. Депутат Марина Галяс вникала в проблемы своего избирательного участка внимательно. Хотя и недавно стала народной избранницей. Но уже разработала план депутатской работы. В большом списке, кроме ежемесячных встреч, провести сходы с жителями и даже почувствовать в родительских школьных собраниях. Вопросе о недостроенном здании обещала разобраться по-депутатски и сообщить о проблеме, куда положено. Будем делать официальные запросы в соответствующие инстанции, потому что до этого у меня по этому вопросу обращений не было. Сейчас у меня на руках вся переписка, которая была между учениками данной школы и государственными органами. Николай Кровецк, Абиден Куршпеков, Бахтя Руспанов, Первый Карагандинский. Недавно Карагандинский государственный технический университет вошел в пятерку лучших вузов страны согласно европейским стандартам. Сегодня престижное учебное заведение стало первым в Казахстане, который принимает у себя отборочный этап крупнейшего инженерного чемпионата по кейсам, второго всероссийского чемпионата с международным участием по решению кейса в области горного дела. Сегодня одной из самых действенных и современных техник обучения является бизнес-кейс. Участники инженерного чемпионата должны будут предложить варианты решения инженерной проблемы для реального применения в горном деле. Многие считают, горное дело сродни с искусством. Подобный проект позволит объединить студентов Казахстана и России, внедрить современный набор компетенций, лидерских установок. Цель данного проекта – выявить особо одаренных студентов в области горного дела, выявить их, поддержать и помогать в личностном росте, стать лидерами нашей страны. И в будущем это специалисты горнодобывающих в отрасли Казахстана. Организатором проекта стал молодежный форум лидеров горного дела. У проекта очень солидные российские партнеры, но и Казахстан поддержал инициативу инженерного чемпионата. На первую встречу с участниками проекта в Казахстане пришли представители крупнейших предприятий региона, советник мицеминистра индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Жанна Харулина поприветствовала от имени министра собравшихся. Сегодня мы присоединяемся к всероссийскому движению по поддержке способных, талантливых, молодых людей. Приветствую участников и гостей. С уважением, вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Бахаджан Джексабиев. Сегодняшним командам необходимо будет решить кейс по модернизации оборудования и повышению эффективности технологического процесса на предприятиях угледобывающего холдинга для снижения себестоимости добычи угля и повышения производительности труда в условиях кризиса. Хорошая задача для молодых начинающих специалистов. Они должны улучшить, модернизировать имеющуюся технологию. Это командная работа, она позволяет сплачивать студентов, раскрывать их таланты, принимать решения, использовать те знания, которые они получают в УЗИ на практическом уровне. Всего в 2014 году примут участие в проекте более тысячи лучших студентов из 20 высших учебных заведений 16 городов России и 3 городов Казахстана. Команды, которые станут победителями отборочных этапов, примут участие в финальном состязании, которое состоится в Москве 30 мая в Государственном геологическом музее имени Вернадского Российской академии наук. Сергей Высокосов, Габидин Курыжипеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Для будущих врачей тоже нужны ярмарки-вакансии. В Карагандинском государственном медицинском университете они проходят ежегодно. Сколько специалистов сегодня не хватает в Карагандинской области, знает наш корреспондент. Каждый год медицинский университет для своих студентов проводит ярмарку-вакансии. Сегодня, например, в ней приняли участие представители различных организаций со всего Казахстана. Выпускники вуза имели возможность познакомиться с наличием вакантных мест в республике, условиями труда, а также дополнительными льготами для молодых специалистов. В настоящий момент в Карагандинской области не хватает порядка 200 специалистов, но в ближайшие годы дефицит кадров хотят устранить. Мы не только ежегодно проводим. В прошлом году было более 400 нехваток по Карагандинской области. На сегодняшний момент в этом году 224. Где-то 156 выпускников в этом году распределено по Карагандинской области. Студент пятого курса медицинского университета Вадим Суворов приехал к нам из североказахстанской области. Будущий хирург уже определился, где будет работать. Он поедет в свое родное село. Ведь сегодня наше государство поддерживает таких молодых специалистов и всячески им помогает. Льготы очень хорошие предоставляет государство на настоящее время. То есть оно предоставляет беспроцентный кредит на покупку жилья и в размере 70 МРП подъемный. Подобные ярмарки вакансий проходят ежегодно по всему Казахстану. У будущих врачей и работодателей появляется возможность увидеть друг друга. Рассказать о тех перспективах, которые ожидаются в процессе работы. Всем известно, что самая главная мотивация – это заработная плата врача. На сегодня ведется большая работа для того, чтобы стимулировать наших докторов работать в практическом здравоохранении. Есть такие доплаты, которые установлены из республиканского бюджета, как стимулирующий компонент подушевого норматива. В завершении ярмарки вакансий был подведен итог количества заключенных договоров с выпускниками медицинского университета. Николай Кровец, Айдын Жакан, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Зульфия Кугель против Наталии Литуте. Если вы купили квартиру, оказывается, еще не значит, что вы стали ее законным и полновластным хозяином. Уже 4 года две женщины судятся из-за жилья. Одна не может въехать в квартиру, вторая не желает оттуда выезжать. История запутанная. Хотя на фоне того, что несколько десятков человек в Карагандинской области выселяют из квартир из-за того, что вдруг объявились их собственники, может и не столь драматичная. Где правда и как ее соотнести с параграфами закона довольно сложно, а порой просто невозможно. Но закон есть закон. И все действия или бездействия оцениваются с его высоты. Зульфия Кугель стала собственностью квартиры по улице Муканово. Она ее купила. Но госпожа Наталья Летутте, мать троих детей, не желает освобождать жилплощадь. Вроде бы все ясно, но далеко не все. Это годами может длиться. Вот в чем дело. Это самое страшное, что в этом деле. Уже ведь никто не помнит, что вы с 2010 года судите с ней по тому вопросу, что она должна вам делать. Уже никто об этом не смотрит. Все судят того, что я, зверь, выкидываю женщину с тремя детьми несовершеннолетними из-за ее квартиры. Четыре года проходит совершенно неспортивная игра в судебный пинг-понг. Идет очередное заседание суда. И в мировом соглашении сказано, при выполнении условий мирового соглашения, то есть выплате трех миллионов тенге, Кугель обязана была отказаться от своих прав на квартиру номер 67 по улице Муканово, дом 8, Чего, соответственно, не было сделано. На сегодняшний день Кугель полностью получила денежные средства по решению суда от Летуты. И владеет квартирой. И выселяет на сегодняшний день мать с тремя малолетними детьми. Непосредственно завладев незаконно, получается, на сегодняшний день, не возвращая эти три миллиона тенге, получается, она владеет и квартирой, и деньгами. Действительно, не совсем законно, да не совсем честно. Тем более, что появились вновь открывшиеся обстоятельства. Отменено непосредственно Карагандинским областным судом, отменено постановление, в результате которого Кугель, получается, является собственником и квартиры, и на сегодняшний день она получила три миллиона тенге. То есть, как бы, вопрос этот не решен в судебном заседании и будет рассматриваться у судьи Дарибекова. Мы просим удовлетворить заявление Летута, по-моему, к открышим себе обстоятельствам, и решение районного суда Казабибийского района о выселении Летуты отменить. Представитель госпожи Зульфии Кугель имеет свое мнение о событиях. Я хочу еще раз акцентировать внимание на том, что данное определение, которое вынес Дарибеков, оно не лишает права собственности самой Кугель. Это было одно из препятствий. То есть, имелись аресты на квартиру. Кроме Дарибековского, кроме этого ареста, еще имелось наложение арестов со стороны правоохранительных органов, Михайловской дел полиции. Потому что на тот момент, когда мы пытались зарегистрировать правосоценность, имелось шесть уголовных дел в отношении Летуты по факту мошенничества. Мы в данном случае тоже через прокуратуру сняли эти все обременения. Нет, не все так однозначно, как кажется, с первого раза. Госпожа Кугель обращалась и в прокуратуру. Мы к нему обратились с заявлением. Он стал рассматривать этот вопрос. Он стал вызывать Каргабаева, стал вызывать Сулейменова полностью с ее делами. И потом он пришел к выводу, что действительно вы приобрели жилье до того, как было заведено уголовное дело. И поэтому вы имеете право собственности. И поэтому мы снимем этот арест, чтобы вы могли зарегистрировать это жилье на себя. Замес получается крутой. Кугель годы ждет выселения из квартиры Летуте. А тут и обременение квартиры, и денежные долги, и трое несовершеннолетних детей. Последнее слово за судьей Смогуловой. Удовлетворить заявление Летута об отмене решения районного суда номер 2 Казбибийского района города Караганде от 28 ноября 2013 года по гражданскому делу поиску Кугель Зуфии Балтобаевны Клетута Натальи Викторовны о выселении. Отменить решение районного суда номер 2 Казбибийского района города Караганде от 28 ноября 2013 года по гражданскому делу поиску Кугель Зуфии Балтобаевны Клетута Натальи Викторовны о выселении. Это не последнее определение в тяжбе. Сколько она еще продлится, неизвестно. Вот уже 4 года, как мы судимся, пытаемся с ней взыскать наши денежные средства. Мы 4 года судимся. И в данном случае, я считаю, что это определение было бы истинным законом. В любом случае будем его обжаловать. Будем надеяться, что истина все-таки будет определена и восторжествует. Сергей Высокосов, Габиден Курышбеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Приемные на дороге у полицейских Карагандинской области работает второй год. В этот раз разъяснениями своей работы сотрудники правоохранительных органов отправились в Шетский район. И с ними наш корреспондент тоже. Подобные акции проводились в различных городах и районах области. И неизменно давали положительные результаты. Трасса Алматы-Екатеринбург пользуется дурной славой. 630 километров этой дороги проходит по землям Шетского района. Здесь пришлось уплотнить наряды. Это стало возможным после реорганизации служб ДВД области. Появилось понятие универсальный полицейский. Сегодня на Шетском отрезке трассы республиканского значения Алматы-Екатеринбург за два месяца произошло только одно ДТП с одним пострадавшим. Главное, что дает приемные на дорогах, знание о последних нововведениях в деятельности правоохранительных органов. Могут у сельских жителей возникнуть вопросы и по-другим. По работе участковых полицейских. По работе хотим довести до них критерии работы универсальных полицейских, к созданию которых мы стремились все это время, в связи с чем и произошло вот это объединение. В местном Доме культуры собрались жители Шетска, представители правоохранительных органов, администрации и филиала партии Нур-Отан. Своебразный отчет полицейских о результатах работы после объединения, которое произошло в ноябре прошлого года, не оставил равнодушными сельчан. На собрании можно было услышать ответы на наболевшие вопросы и от руководителей областной и районной полиции, и от участкового инспектора. В живой беседе всегда можно найти точки соприкосновения и понять заботы сельчан. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. В поддержку национальной идеи президента страны Нур-Султана Назарбаева Менгель Кьель в стране проводятся разные разъяснительные работы. Одна из них – информационно-пропагандистский культурный караван «Жастар-Жастарга», который стартовал из города Караганды. В добрый путь активистов проводили и наши журналисты. Разъяснение государственной политики, оказание информационно-методической помощи молодежи по актуальным вопросам являются одними из важнейших задач молодежного каравана. Данная группа выполняет свою работу вот уже третий год. В составе представителей Департамента внутренних дел области, Управления по вопросам молодежной политики, Центра молодежных инициатив, ну и, конечно, творческая молодежь. В рамках национальной идеи лидера нации Менгеля Кьель они во всех уголках Карагандинской области будут проводить разъяснительные работы, семинары, тренинги по актуальным молодежным проблемам. Цель каравана – это разъяснение посланий главы государства, разъяснение государственных программ, занятых 20-20, доступное жилье. Сегодня мы совместны с Управлением внутренних дел, с Управлением по защите прав детей, выезжаем во все регионы нашей области. В стране для нашей молодежи делается многое. Карагандинская область не исключение. В этом году Акимом области Баужаном Абдишевым был утвержден комплекс плановых работ по социальной поддержке молодежи. Сама национальная идея Менгеля Кьель – это та идея, благодаря которой каждый молодой казахстанец сможет держать штурвал будущего нашего независимого государства. Именно такие формы работы, как информационно-культурный караван и пропагандистские группы, они дают больший эффект разъяснения и обсуждения данных документов. Сегодня каждому молодому человеку, который проживает в Казахстане, важно понять, что все благие дела, которые совершаются в нашей стране, делаются для молодого поколения. Начальный выезд информационно-пропагандистского каравана «Жастар-Жастарга» состоялся 13 марта. Первой точкой стал Абайский район. Деятельность каравана продлится до конца текущего года. Гульнур Жакен, Айдин Жакан, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. Уважаемые карагандинцы и гости города, приглашаем вас 15 марта на сельскохозяйственную ярмарку в честь празднования Науры Смирама-2014. Торговля пройдет в районе торгового центра «Юбилейный», супермаркета «Гринмарт», на площади перед магазином «Турист», в микрорайоне «Степной-3», коммунального рынка «Гасыр», в микрорайоне «Восток-1-2», супермаркета «Феникс», в поселке «Сортировка» по улице Джекибаева, дом 144 и перед торговым домом «Орталык» в Пришахтинске. Районные и местные товаропроизводители будут реализовывать свою продукцию по ценам ниже рыночных на 10-15%. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных. Аман Саугулынгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова